приветствую всех на заключительном четвертьфинале азиатского дмхака где нас ждет классика альянс против орды лин красный сок желтая его игрока из корея карта у нас эхо айслос ну и вперед погнали конечно за архимаг идет у нас у альянса у орды я форсер тоже довольно таки такого такое олдовое начало что барак я смотрю не строится у нас work это что он хочет он сделай он хочет пойти в хатантеров может быть или быстро хочет поднять т2 более вероятно что т2 у нас идет в начале сразу убил зачем-то бедную овечку чем она ему так помешало непонятно всегда может как-то что-то где-то подблочить будет неприятно поэтому лучше избавляться мог бы и съесть хотя бы то что это такое мясо никуда уходит странно же альянс берет рабочих отправляется зачистить зеленую самую слабую точку самую в то же время безопасную форсер призывает волков по крайней мере выбирает их качку призывает и отправляется на базу к уману отводит сок тем временем нейтралов чтобы купить себе shadow приста shadow priest который будет как раз таки диспелить этих самых волков не для него не в общем то ладно shadow приста бы в любом случае скорее всего купила потому что очень полезное лечение в начале игры вот против форсира и дополнительный бонус конечно гоняется за волком призвал новых морг волк сонг и потихонечку начинает возводить башенку носок своей базе ну ничего особо пока никаких активных действий орг ничего пока не делает а нет ну вот у нее и появился один грант тем временем купит троллям до купит троллям безактивные пока что у них начало ну как-то попытался орг что-то там поделать но разумеется это не сильно помог не сильно помогло никого не убил хорошо откинулся от него хуман сейчас будет шанса забрать тролля башенка еще пока не доделалась но нет не не рискует он вглубь базы войти даже волков отправить в общем то отправишь двух только волков в одного он задиспелит второй умрет под милицией а тот закидится поэтому при должном контроле конечно шансов убить там не будет никаких уже возвелась башенка поэтому минус волк обладает у нас архимаг преимуществом над квартиром по уровню выходит второй герой у орды это турин сразу закупается на максимум а альянс грейда у него я смотрю нету на щиты но нет смотрите решает забрать точку зеленую орг под носом альянс обычно в таких моментах как действует начинается уничтожать боровы вау да показывается что двое когтей получил архимаг то плюс а сколько у него плюс 14 урона получается плюс счет за клетка жестко просто жестко тем временем сетка заказана уже у лина для вульфрайдеров также шаманы в общем стандарт и стандарт второй уровень у турином набирает он на нейтралах форсир все так же пытается как-то что-то по отвлекать но сейчас уже отвлекать не очень будет удачной идеей потому что подошел а маунтинг кинг армии сока и подставишься лишний раз получишь молоток и прощай вот так вот получает молоток и вот так вот прощай да с таким архимагом не забалуешь у него демиджи на на отрывание пол лица за один выстрел поэтому конечно было опрометчиво 3 2 уровня у альянса против только второго уровня у второго героя у орды пытается орда пытается поставить себе базу дополнительную но это конечно очень вряд ли удастся потому что слишком долго здание строится совсем уж на дурачка он решил сыграть то есть никак не пытался отвлечь ничего тем временем маги 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 заказывается у альянса альянс это стандартно против орды набираешь толпу магов и радует радуешься жизни при спал брейкера которые будут ману сжигать туры но что сейчас форсиром а в вернее шаманами по дисплей отводных элементалей минус элементаль сам же добивает солк своего элементаля не давая опыта орде ну такое 37 против 47 лимиты и да хороший очень топ от получился правда и нет ладно все нормально у ульфрайдера ульфрайдер убегает на прощание еще сетку закинув на пехотинца замедленный бугай вот проблема конечно когда в него еще так архимаг настреливает вынуждена лин использовать свиток скорости и он снова пытается и поставить экспант вообще какой-то безбашенный орг честно говоря просто сейчас его будет застраивать альянс минус водный элементаль хороший я молоток в туре на сразу просто пол столба ему сносит при этом и ман немножечко подрезали благодаря спал брейкером башенки уже строится ну да здесь я просто не верю то что линус может поставить вот так вот себе экспант дополнительный это вот альянс еще может сейчас настроить здесь башен и забрать и сам поставить экспант вот это может но он решает отступить форсир бедный форсир все еще бегает первым уровнем получает замедление и для него начинаются тяжелые времена потому что маунтинг все бежит за ним но нет все же отпустил его сок мог бы дальше гнаться волшебницей и может быть бы еще замедлил его раз тогда уже куда бы не смог уйти форсир только на телепорте на телепорта и конечно не хочет так тратить тем временем морг видел конечно же и понимал намерения называется запоздал вот то слово которое хотел использовать стоп там туры поэтому сок уходит на телепорте 50 на 50 лимиты армия альянса выглядит приятнее на мой взгляд тем более уровне сейчас второй третий уровень уже будет и у горного короля третий уровень архимага у орды это лишь турен причем турен такой персонаж который да хорошо что у него есть и уровень 3 но учитывая что но тяжело против альянса врываться и оглушать потому что в альянса магия стоят на расстоянии блочит спал брейкеры которые мало того что они просто блочит которых нельзя оглушить так они еще и ману сжигают утра турена не так уж и много маны правда есть педант что-то что-то там не помню как называется чем дающие дополнительные ману но это единственная радость для него четвертый уровень сейчас палуб получит у нас архимаг 2 аура и 2 уровень только у форсира зато 4 уже у турена видим что оба начинают активно занимать экспант ну альянса это конечно намного проще происходит потому что он сразу и во первых и башенки поставил и пятью рабочими его возводят этот самый экспант нас ждет похоже драка и орг не будет уже отпускать сразу диспелла по элементалям скушал спал брейкера кодой хороший удар по земле в исполнении маунтинг кинга турен пока такими не действиями не отличается хорошо конечно единственное что диспеллет шаманами что будет ли врыв турента еще три раза уже успел ударить по земле горный король и еще ни разу турен но пока что вроде бы более-менее в плюсе орг да хорош и наконец-то удалось тура на ворваться сразу мы видим насколько ряды альянса а ридеют но и в общем-то орг я смотрю красные все персонажи по крайней мере персонажа передней линии куда-то вырвался шаманами вперед из-за этого был наказан потерял шамана 1 но в целом размен как-то выгоднее в пользу орка тем более альянс то в любом случае восстановит себе базу а вот орку по ну поставить себе базу 2 а вот 40 это проблематично йорк поставил вроде бы сейчас небольшое преимущество по по еде у сока но нужно понимать что это еда она в животе у у кода я как бы это забавно звучало в виде сплоу брейкеров третий четвертый уровень против двух четвертых никуда не хочет и ни в какой я лимит переходить желтый у нас лин сидит на полтиннике это же до проблема для альянса что вот у него и спал брейкеры в животе у кода и занимают еду ты их уже никак не вытащишь армия тебе нужна и тебе нужно выходить в желтый кода и конечно при грамотном управлении это очень хороший персонаж почти 105 уровень между тем мы живут урена шаманы шаман и я виверна заказаны еще и гранта доделывает интерес зачем игроты сражаться со спал брейкерами ну такое 61 лимит у лин у лина и 60 тем временем 66 у лина 61 у сока ну что сетки полетели нет орк не хочет орк не хочет драки отступает задиспейлил водного элементаля перехваченная собака грызет работе на первом уровне она не очень страшная вернулся шаман чтобы и задиспелить невидимый горный король для того чтобы начать драку хорошего клэпа в смысле не катя удар по земле и орк начинает боевые действия по четырем задел горный король но это супер провальный конечно земле топы тот ту рена потому что вообще никого не не застанил и минус минус грант хорошие щиты от спал брейкера получаются что делать вот можно мимо проходящего спал брейкера скушать неуязвимость использовал турен для того чтобы просто тупо ворваться как-то напрячь оппоненты и слушайте он хорошо давит по горному королю но вообще вынужден здесь сок использовать телепорт потому что чувствовал то что потеряет короля такой ситуации один единственный магазин и я контроль над ним это ключевая залог победы ключевой момент кто будет покупать свитки кто будет покупать зелень уязвимости восстанавливается work сейчас только по ощущениям вообще никого не съел когда бойцами 73 лимит против 74 лимит горка больше форсирует цепную молнию третьего уровня было бы здорово переучивается на blizzard архимаг ну да и вот попробуй подойди как ты подойдешь можно конечно на свитки скорости в бежать когда бойцами скушать 3 и отбежать но опять же здесь есть горный король который закинет молоток не минус кода отправляется грант с шаманом чтобы побить чтобы попытаться здесь особо не не попытаешься вообще конечно преимущество альянса сейчас вот в таком вот положении ничего орг не может ему противопоставить вообще ничего молоток и сразу же спеллбрекера нет но вынужден отступить снова занять позицию но выходит магичка и он еще ее теряет плохой я удар по земле вот маунтинг кинга но в любом случае умирают воины орды из-за blizzard а из-за вот такого вот качественного сейчас большая проблема у горного короля он вышел вперед и дается ему телепорт им вынужден уйти на нем но на 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 забыл он mortal team слушайте довольно таки неплохо да значит на бугая накидывается щит молнии от саманы и там он разваливает крестьян альянса правда и сам погиб мы видим в любом случае что сок то выиграл эту драку по лимиту 65 орды и против 71 альянса сразу под мортирным расчетом страдает орда не очень хорошая позиция у альянса и сейчас может архимага быстро убить архимага нет хорошая цепная молния и минус архимаг но в то же время пятый уровень уже у горного короля и он окружает турена турен живи я дай живет турен 59 лимита против 80 выкупает архимага в таверне сок и продолжает напрягать экспант орды восстановиться урку довольно тяжело здоровья очень мало турена и побежал побежал кушать не очень получилось а вот убить вау отличная отличная невидимость но правда все равно его видел из-за сетки если я не ошибаюсь не вынуждает сок и телепортироваться давай время сейчас ордия немножечко под восстановиться закончился главный рудник и у одного и другого хайслес это всегда экшен конечно из-за того что крайне ограничены ресурсы теперь оба сидят всего на одном руднике да и он не вечный очень скоро закончится пошли у нас милиционеры в бой сразу молоток в турена и сразу фокусов архимага что сможет ли он его забрать 5 5 уровень уже у архимага и снова телепорт но орг теряет намного больше такими действиями туры а когда я опять никого не съели ну похоже не съели одного показали других не показали прокликать бакадоев ну нет выглядит так что действительно никого не съели 5 уровень архимаг 5 уровень маутин кинг пока еще четвертый уровень у форсера но уже близко к шестому турен турен шестого это две жизни его ты больше не зафокусишь ну кайс может зафокусить но это сток тебе придется отдать и позиция позиция именно у магазина кто держит магазин тот имеет преимущество сейчас полетит в турена минус сразу милиция скушал турен да кодои кодои покушали хорошо и вновь он просто в архимага всем на свете разделилась армия архимаг все же откатил похоже а вот коды сейчас будут умирать совсем мало здоровья осталось шестой уровень уже у тура на все супер хаус все никакой позиции ни у кого все что-то где-то как-то пытаются убить кого-то минус вульф райдер главное защищать защищайте кодоев караван до убийство кодои равно плюс существу альянса хорошая молния сразу минус 2 мага видимо еще минус 1 кодой да и альянс уже все больше и больше у него существ 37 против 50 спалбрекеров мне не побить ваще и тяжело сейчас будет урку один-единственный экспант я именно на него и идет альянс купил неуязвимость маутин кингу тут тоже шестой уровень все выглядит так что сейчас для орды последний бой ну хотя ладно если он сможет хорошо отбиться то не задавит альянс сразу а вот форсира форсира может потерять нет форсир уходит видим что архимаг вообще где-то на расстоянии постоянно держится да пишет гг лин и победа сока первом первой партии анселад хиллс именно здесь продолжат разборки между собой лин и сок напомню что сражаются они до трех побед и сок взял первый поинт первую карту посмотрим что будет дальше интересно какие герои будет братьям лин мне как симпатизирующему орде всегда интересно все тоже архимаг от сока в общем то первая партия она показала что спалбрекеры это чит лично на мой взгляд да и в общем то лин и все точно так же начинает играть все тоже фаст т2 интересное расположение норы потому что вроде как обычно я привык к тому что нужно ставить ее где-то сзади видимо она нужна для того чтобы отстреливаться вроде как он и в первой партии также ее ставил то есть в этом есть конечно же задумка пошел пехотинец на разведку просто вам просто в ожидании отводит отводит крипов для того чтобы оголить их тылы наиболее слабых троллей оставить на месте чтобы в них сразу же в него если быть точным вошли милиционеры заодно и голему второго уровня убить тоже имеет слабую броню против нормальной атаки и здесь прибегает с двумя волками форсир и он забер он забирает у альянса весь вот это да с победы ли мы сказать упрощение из-за технической неполадки к сожалению я не смог записать третью карту вот и поэтому прыгаем на 4 в общем то ладно там уж честно сказать не было самой интересной карты на свете чем-то пока у нас идет развитие можно пересказать был last refuge были все те же обычные стандартные стратегии архимаг форсир единственный форсир там побыстрее орг там побыстрее барак поставил на это в общем-то не ничто особо не поменяла все также турин и я спокойно алин выиграл уверенно спокойно без каких-то совсем интересных жестких моментов вот мы видим здесь вор милл в исполнении лина это значит что скорее всего нас ждут хат хантера на самом старте также и видим пушечку вообще интересный момент что мы на 200 мидлс карте и при этом у нас есть альянс потому что альянс это крайне крайне не любит альянс эту карту крайне не любит почему потому что альянс довольно медленный сам по себе перемещение по карте у него хуже чем у какой-то любой другой расы плюс-минус и только особо кони рыцаря могут как-то быстро бегать из-за этого на больших картах ему проблемно конечно нивелируется все это шестым уровнем архимага но пока ты до него там доживешь это будет тяжеловато вот здесь же он по сути да он имеет возможности быстро забрать экспант это правда но в то же время и противнику не позволить забрать экспант довольно тяжело хорошо в собаке с форсиром начинают выгрызаться в крестьян одного уже потерял сок и скорее всего потерять второго пытается 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 и добивает его сок сам же поэтому ну в общем то ладно ничего страстного хотя бы не дал опыт лину тоже хорошо вставляется элементально он уже мало здоровья мало времени было на существование поэтому здесь лин тоже ничего не получает говорил я хаткантерах но на деле ничего такого не оказалось гранты заказывается просто поставил вармил побыстрее она же мельница она за лесопилка она же все на свете она за получение дополнительного дерева то быстрее у нас таскать вернее можно было итак ну типичный twisted middles как все сказать типичная большая карт где все пошли где интересует вас лишь крипы и вас не очень интересует соперник кстати мы видим что архимаг купила ботинок скорости я пропустил что он получил из крипов возможно какую-то ауру вампиризма который он продал там же можно получить ауру вампиризма если я не ошибаюсь в общем что ауру вампиризма не очень полезно альянс на пикатинц в начале только если спокойная размеренная игра у нас альянс опережает орка по уровню видимые ламбер мил со стороны альянса закупился уман нейтральными крипами нейтральными троллями никто особо ничего сделать не может друг другу может быть может быть собаки заберут нет не заберут и вынужден убегать лин вот диспел сейчас будет форсеры у форсера задача отвлекать то время как турэн получает опыт второй герой уже опережает первого временем маун дин кинг опять же по стандарту два здания магов строится в альянса что опять же по стандарту наверное самая прям стандартная серия в этом четверть финале все играют одинаково оба игрока те же герои те же существа тот же набор альянса решает что неплохо бы сейчас и норы побить больше всего урон наносит водный элементарь его диспелят теперь не так просто будет уничтожить но уничтожает все равно хватает урона топнуть турэн не захотел не нашел подходящего момента третий первый уровнем против первого и второго альянсом сразу у нас выходят магички заказывать вернее турэн продолжает крепится форсер пытается напрягать но опять же ситуация такова что теперь уже здесь горный король горный король это молоток по голове и можно подставиться третий уровень у турэна второй уровень у горного короля и очень неплохой артефакт виде соби маски теперь у него тупо бесконечная манна будет под аурой архимага еще и соби маской замедлили форсера но не бежит никуда маунтинг кинг а вот это вот это урен сразу диспел водного элементаря и что топот хороший топот пока не хочет а сейчас вот отличный топот еще и все это под лайтинг шелдом вот уже и вторую уровень у форсера молния отличный топот ну ладно не такой хороший но тоже неплохой опыт топот 2 получился и сок имеет куда меньше лимита все что у него есть это немного магов которые вынуждены отступить за малого количества здоровья тем временем вот уже достраивается почти и экспант у орка сейчас будет пытаться помешать наверное альянс нет он видит что не по силам у это он может зачитаю вам понимаю орк понимает что сейчас альянс может увидеть его экспант и поэтому вынужден отказаться от крипов да все равно конечно альянс увидит это увидит но ладно это не настолько критично можно вообще-то сейчас и поймать кого-то до ловится у нас архимаг будет вынужден поражать телепорт тем временем совсем чуть-чуть осталось все уже для до базы альянс кажется понимает что ему нужно ответить зеркально и попытается рискнуть поставив базу прямо под респауна морка четвертый третий уровне бигмана поушен поушену в грейтер мэна у турена теперь будет больше топать альянс поставил себе базу дополнительную и сразу же пошел харасить отвлекать интересно что орг не делает апгрейд на бетон потому что опять же для альянса это нормально вот так вот заходите и ломать а вот то что у архимага нету ничего чтобы могло его спасти от смерти это весьма даже странно 60 лимин против 43 в пользу орка нью-йорк сейчас пошел кидать сетки да здесь уже здесь альянс теряет здесь теряет без вариантов двух магов одного ведьмака и гудгейм пишет 31 в пользу лена а а